В Люберцах работает комбинат экологического обслуживания. Здесь утилизируют и перерабатывают старые автомобильные покрышки, масляные фильтры и электротехнику. С рабочим визитом предприятие посетил глава округа. Комбинат экологического обслуживания работает с 2001 года. Мы на этой площадке с 2002 года. Бытовые и промышленные отходы сюда привозят каждый день. Старые автомобильные покрышки на комбинате проходят весь цикл механической переработки. В процессе приема шин мы смотрим, чтобы не было содержания металла в этих шинах. Я имею в виду арматуры, крупные болты для того, чтобы не испортить оборудование. Первый шрейдер, которого сейчас перед вами представим, он их рубит на лапте так называемой. И здесь получается первичная переработка, которая рубит на лапте. И первый магнит, который отделяет кордовую проволоку от шин. Далее сырье измельчается. Оставшийся металл и текстильное волокно отсеиваются. И резиновая крошка по транспортеру отправляется на сортировку. А это уже финальная стадия переработки шин. Вот такая мелкая крошка идет на производство основ для детских и спортивных площадок, для беговых дорожек, для мягкой черепицы и даже для ковриков, для автомобилей. В весенне-осенний период на предприятии перерабатывают до 50 тонн покрышек в день. Из 10 килограммов цельной резины получают 8 килограммов крошки. Перед тем, как отработанные масляные фильтры для двигателей пустят на переработку, их погружают в пресс-машину. Несколько минут и процесс завершен. Спрессованные металлические корпуса отправляют на дальнейшую переработку. А моторное масло очищают, путем нагрева отделяют от воды и закачивают в резервуары. В прошлом году был принят федеральный проект экономика замкнутого цикла. И актуальность возвращения ресурсов, которые содержатся в отходах, разного рода отходов, которые мы потребляем, которые образуются на промышленных предприятиях, стала для всех очевидна. И тот технологический задел, который мы имеем, он стал востребован еще больше. На предприятии производят и утилизацию электронного оборудования. Детали, полученные при разборке, тоже приобретают новую жизнь. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.